Санкт-Петербург Как известно, история Санкт-Петербурга началась в 1703 году в закладке Петропавловской крепости. Первым мостом в новом городе стал наплавной деревянный мост через Кронверский пролив. Он соединил крепость на Заячьем острове с первыми городскими постройками на Троицкой площади. Первоначально мост назывался Петровским, поскольку вел к Петровским воротам, построенным Доминико Трезине в 1708 году. В 1730-х годах на Заячьем острове построили предкрепостные укрепления – равелины. Восточный Равелин и ворота в нем назвали Иоанновским в честь брата Петра I Иоанна, отца царствовавшей тогда императрицы Анны Иоанновны. Ворота, в силу своего расположения, стали главными воротами Петропавловской крепости. Впрочем, есть и другие версии происхождения названия. Накануне празднования 300-летия Петербурга на свае, что у Иоанновского моста, была установлена фигурка зайца, выполненная скульптором Владимиром Петровичевым. Фигурку стали называть «Зайчик, спасшийся от наводнения». Существует легенда, согласно которой, во время наводнения, обезумевший от страха заяц запрыгнул на сапог Петра I и этим спасся от наводнения. Другая легенда гласит, что Петр I собирался наказать плотников за медленную работу и, разгневанный, уже шел разбираться с ними. Но тот заяц, испугавшийся наводнения, запрыгнул ему на руки и на руках продолжал неистово биться от страха. Петр I счел это неким символом того, что плотники его так же боятся, как заяц наводнения, и сменил гнев на милость. Царь, рассмеявшись, взял зайчонка на руки и сказал, что прощает плотников, а зайца возьмет во дворец. Пусть царевна играет с ним. С появлением зайца в городе родилась новая примета. Если кинуть монетку, и она задержится на деревянной свае, то исполнится загаданное желание. Причем, чем ближе к зайцу она окажется, тем быстрее желание сбудется. Люди верили, что деньги, брошенные зайцу, пойдут на восстановление памятника в случае его утраты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова